Всем привет! Вы слушаете радиостанцию новости с Луны, и у нас есть что вам рассказать. Для начала, с патчем начнется баннер Фауст и Хитклифа из 4 секции Ассоциации 7. Обе личности заточены на разрыве. Еще, Фауст благодаря пассивке способна получать стойкость для критических ударов. Обе личности выглядят довольно интересно. Вместе с ними вновь начнется целевое извлечение Дон Кихот со всеми ее личностями и эго. 7 сентября начнется событие особой проверки посещения, и оно будет длиться до 12 октября. За время события, как уже говорилось, можно будет получить личности корректировщиков офиса Маляра Исана и Отис за 14 и 28 дней посещения соответственно. В остальном, все так же, как и в прошлом сезоне. Из изменений, в прошлом патче поменяли интерфейс эго в бою и отображение стрелок клэшей. В этом патче цвет стрелок меняют еще раз, а также изменили дату окончания сезона в связи со всеми переносами. Теперь второй сезон закончится 16 ноября. В прошлом году Project Moon выступили на Tokyo Game Show вместе с показом Лимбуса. И в этом году поэм также будут присутствовать на ТГС. Их выступ назначен на пятницу 22 сентября, вслед за Hoyaverse и Square Enix. Примерное время проведения 17.00 по МСК. 14 сентября откроется вторая линия метро отражений. Мёбиус. Она станет доступной игрокам после прохождения 3.22. Будет состоять из 9 боев, будет иметь известную вам уже механику сохранения здоровья, рассудка между боями. Но к этому прибавляется расширение команды до 7 грешников и то, что дополнительные слоты атак не будут появляться, если команда не полная. А также перенос навыков из боя в бой. С какими атаками на панели закончили бой, такими же они будут на следующий бой для той же личности. При поражении можно сдаться, либо продолжить бой с имеющимися личностями. При этом здоровье врагов не будет восстановлено. Награды забираются за единоразовый износ энкефалины, как и в прошлом сезоне. Теперь же представим вам уникальную механику этой линии. Революция. Линия кольцевая и закончив станцию пересадки, она же восьмая, вы получите 1 балл революции и можете пройти все бои вновь начиная с первого, при этом выбрав усиление для грешников и усиление для врагов. За каждые 5 баллов революции вы можете возродить одну личность. Конечной станцией является девятая, и она будет доступна с любой станции после прохождения восьмой впервые за забег. Декоративные баннеры для профиля получаются не за скорость, а за выполнение определенных испытаний. Впрочем, после определенного количества ходов и баллов революции декоративный баннер нельзя будет получить, только базовый. Поговорим же об уникальных обитателях второй линии метро. Первым нам показали беспечного пассажира, чье эго есть на Исана и Хунлу. Вторым же была паровая погрузочная машина, которая своим внешним видом напоминает часы обратного хода, бакерскую аномалию из Лоботоми Корпорейшн. Третьим был Фонарь Фей. Последним же показали, и вероятнее всего это будет аномалией конечной станции, знак розы. Она до этого встречалась только в событии у зеркалки. Советуем на следующий патч иметь в запасе 25 модулей энкефалина. Ведь среди наград за прохождение будет в том числе и билет на деко извлечения с гарантией наличность третьего тира. Ну а на этом заканчиваются новости этой недели. Всем спасибо за просмотр, всем удачного дня или спокойной ночи. Мы встретимся вновь, как звезды. Субтитры сделал DimaTorzok